Ребят, всем привет и доброго времени суток! Вы находитесь на канале ZimSoulVision и сегодня у нас на обзоре вот такая вот блесенка. Это блесна Akara Atom Expert. Что это за блесна? Стоит ли ее покупать? Мои от нее впечатления обо всем этом узнаете в данном ролике. Поехали! Свой рассказ об этой блесне я хотел бы начать с того, что в некотором смысле я адепт Атома. Так, в свое время одна из первых блесен, на которую я начал ловить, это Spinex-овский Атом. Ну, из тех времен мне эта блесна не разомравилась, скажем так. Конечно же, советский Атом, много других ее вариантов. И вот, где-то год назад я захожу в магазин и вижу новую вариацию этой блесны уже от компании Akara. Модификация Atom Expert. У них есть также Legend. Тоже буду приобретать, но увидел, что эта блесна вообще недорогая. В то же время интересная геометрия. Она мне просто понравилась мимо такого Атома. Я пройти не мог, приобрел эту блесну и, по сути, на некоторое время о ней забыл. И вот, недавно еду в гости в другой регион, беру с собой спиннинг, беру с собой коробку блесен. И она сложена таким образом, что половина это проверенные дорогие блесны более и не обязательно под стоимость, по дороговизне для меня, а другие более дешевые, не обкатанные, на которые можно забить, если я их оборудую. Прибываю на водоеме и начинаю ловить. Водоем для меня абсолютно незнакомый, вижу его первый раз. Ставлю РБшный Атом, 14К опять же, по-моему. Заброс, проводка вдоль дна, удар, начинаю вываживать, подводить, пацан, я не взял. Судак. Вижу судак, пытаюсь, думаю, как его поднять, как его вывести, ловлю с понтона. Исход. Расстроился, конечно же, делаю еще забросы, забросы. Сажаю эту блесну намертво и обрываю. Ну, РБшный Атом стоит недешево, поэтому в самых плохих чувствах ухожу домой. Рыбалку в тот день я не продолжил. Но, пересмотрев блесны, которые со мной были, вижу вот этот вот Атом, который по геометрии похож. Ну, в целом, это Атом. На следующий день беру его, иду на тот же водоем, немножко меняю место. Немножко это мелководье большее. Там, где щука у нас обитает, травянистые такие места. И тут, я должен сказать, по-другому. В общем, по сути, эта блесенка, это одна из тех блесен, которая меня тогда выручила. И, ну, с тех времен она мне, конечно же, понравилась. Ладно, давайте немножко об этой блесне в общих чертах. Внешний вид, ее характеристики. Ну, вы видите, это классический Абсолютно Атом. Если мы возьмем тот же Атом 70-х годов, это оригинал советский. Что довольно похожий штамп. Этот может быть немного хуже. Но вот глубина этого штампа примерно такая же самая. Что мне очень нравится, что здесь есть вот эта чашечка. В то же время, как многие производители, ну, китайские сейчас, делают плоские, тонкие блесны. Эти блесны плохо играют, плохо ловят, поэтому не надо их приобретать. А вот это вот довольно и довольно интересный вариант. Блесна, с учетом ее стоимости, выполнена вообще замечательно. Тут был глазок, он отпал, ну и все. И не надо. Кстати, блесна далеко не в моем любимом цвете. Я люблю серебро, я люблю кислотники. Ну, и окуневые цвета. Это такая золотистая, с полосами под окунью. Тем не менее, отлично. Видим вот эти вот полосы. Никакой рельефной чешуи здесь нет. Ну, по лицевой стороне, в принципе, сказать больше нечего. Обратная сторона. Видим Акара Атом. 65-й, 14 грамм. Размер. Блесны наименование. Довольно крупные заводные кольца. Это крючки. Крючки, казалось бы, ну, наверное, не очень дорогие. Но крючки достойные. Крючки хорошие. Блесна уже была в воде далеко не единочная. И крючок у нее особо не потерял своих положительных качеств. Что касается размеров блесны, в которых она производится. Это 55 миллиметров и 10 грамм. 55 миллиметров, 14 грамм. 65-14. На данный момент это моя любимая вариация блесны. 65-18. 65-22. То есть, по сути, вот в этом размере, в 65-м, можно блесну найти в трех вариантах. Причем, если наиболее легкий из них, это более, можно сказать, летняя мелководная блесна, то 22-й, это уже больше, чем спиннексовская двадцатка по толщине, по весу. И эта блесна уже осенняя. Кстати, посмотрите, насколько похожи штампы. Но это говорит только в пользу этой блесне. Потому что спиннекс, это бюджетка, но рабочая. И обратите внимание, что спиннекс ржавеет. Вот, видите, да, он побитый у меня весь, и он ржавый. А эта блесенка тоже побита. В то же время никакой ржавчины на ней нет. Что касается того, кого на эту блесну ловить, где на эту блесну ловить, то давайте отталкиваться все же в первую очередь от вот этого размера и этой вариации 65-14. Универсальная летняя осенняя блесна для глубин примерно до трех метров. В первую очередь, конечно же, трофей этой блесны. Это щука, это абсолютно безоговорочно. Но большой окунь сюда может влететь. Судак, как оказывается, может влететь. Потом на той же самой, на одной из тех же самых рыбалок, когда, о чем я рассказывал, хороший удар, хорошее сопротивление, вывожу жерешу на эту блесенку. Также клюет вполне, если проводить ее достаточно быстро. И никаких нюансов, никаких проблем у него, оказывается, с этой блесной не возникает. Поэтому не кастмастером единым. Если не целенаправленно охотиться на жереха, то в качестве привова жереха иметь, ну это просто великолепно. Ну и тут рассказывать можно долго, но главное, что это просто хорошая рабочая блесна. А кто там на нее клюнет, это уже особенность того, какой хищник есть в данном конкретном водоеме, в данном конкретном месте. Что касается расцветок, то главное, что есть основные расцветки. То есть это серебро, окунь, точно такая же блесна, но серебристая. Пусть будет это золотистая окунь. Есть кислотники, есть окуневые варианты расцветки. Тут кто, на что гораздо, кто, что больше любит. Я в первую очередь хочу взять себе еще серебро и хочу взять себе кислотники именно в этом варианте. Потому что вот, допустим, вот такой кислотник у меня есть, но это другая, это другой производитель, тоже классная блесна, но вот этот вот вариант, вот этот вот вариант прям привлекает с учетом стоимости. Что касается проводки, то Атом в первую очередь я бы рекомендовал проводить простой проводкой с паузами. Раз, два, три, пауза. Раз, два, три, пауза. Причем после приводнения можно дать блесне, конечно же, заглубиться на дно и проводить уже ближе ко дну. Ну, здесь все зависит от глубины и месте ловли. Поэтому, если глубина там метр-полтора, проводим, конечно же, сразу начинаем вращение. Если глубина больше, там уже можно проводить ближе ко дну, ближе к тем местам, где у нас и держится хищник. Что касается моих личных впечатлений, то, блин, это хорошая блесна. У нее отличная уловистость, скажем так, обтекаемая, хотя это не очень обтекаемая, потому что, честно говоря, ее можно сравнивать с намного более дорогими вариантами, такими, как, допустим, Смиттеры, такими, как Рубликс Ворклот, такими, как Кусама Латка. И она им не сильно-то и проигрывает. Точнее, можно сказать, что не проигрывает. А если вы едете, тем более, в такое вот незнакомое место, неизверенное для себя, где есть вариант оборвать блесну, причем оборвать блесну не одну, то, допустим, пюрешка, стоимость которой по 1000, и вот эта вот вещь, стоимость которой 150, пусть 200. Но это абсолютно разные расходы на рыбалку. И эту блесну можно использовать как разведчика. И, конечно же, новички, которые только пробуют спиннинг, которые хотят поймать свою первую щуку, у которых спиннинг дубовый, либо у которых спиннинг мягкий, колбаса. Вот эту блесну ставишь, проводишь, равномеркой тоже можно, равномеркой и сползанием. И щука будет, если она есть в водоеме, тем более в количестве. А главный секрет рыбалки – это не блесна, а это чтобы хищник был в том месте, где вы ловите. Это уже доказано многократно. И все будет хорошо. В общем, блесной я доволен абсолютно. Вот мои общие о ней впечатления. Так что, приманка достойная, более чем достойная за эту цену. Чтобы обратить на нее внимание, всем рекомендую к приобретению. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Счастливо. 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 Счастливо.